Добрый день, коллеги! Сегодня тема у нас, так скажем, общие моменты, общие разработки, общее внедрение, которое мы за последние два года сделали для нашей электронной библиотеки студента. Обычно я рассказываю о каких-то крупных нововведениях, о крупных разработках, но львиная доля нашей работы проходит мимо, так скажем, релизов, мимо вас, поэтому я решил собрать это все воедино в виде двух вебинаров это будет, потому что в один мы это все не поместим, да и в два вебинара очень многие вещи не войдут, но я постараюсь о самых интересных, о самых, так скажем, главных вещах вам рассказать то, что мы сделали. Вот. В первую очередь хочу поблагодарить и вас, и ваших коллег, всех наших подписчиков, потому что, ну, наверное, процентов 80 всего, что мы делаем, это сделано по обратной связи, по запросам, по предложениям от наших подписчиков, поэтому вы нам очень помогаете становиться лучше. Ну, начнем. Наша компания, компания Директ Медиа, которая как раз и владеет электронной библиотекой студента. Мы предлагаем обсудить новинки в сфере программных разработок для нашей ЭБС и, как уже говорил, на этих двух вебинарах на сегодняшнем и когда будет следующем, мы поговорим о уже работающих новинках для пользователей нашей ЭБС, ну, а также о будущих разработках и идеях для ближайшего воплощения. Сегодня разговор будет уже свершившимся отчасти того, что у нас уже есть, что у нас уже работает. Да, и если вдруг у вас появятся какие-то мысли, пожелания, всегда вы можете обратиться по нашим адресам почтовым. Указано у нас на сайте, можно на help.sobaka.directmedia. Мы все запросы обрабатываем, отвечаем и стараемся их реализовать, так скажем, воплотить в реальность. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы затронем небольшие дополнения и улучшения в работе ЭБС в университетской библиотеке онлайн, а также вспомним некоторые, ну, так скажем, крупные разработки и остановимся на некоторых из них отдельно. Первым пунктом это будет небольшие улучшения и доработки в существующие модели и сервисы. Далее поговорим про такую интересную вещь, как редактор тестов. Потом очень интересная разработка книжная полка. Мы на ней остановимся подробнее. Есть отдельная презентация. Я все покажу, расскажу. Дальше система поиска литературы в нашей ЭБС и расширенной, и с помощью ИИ по поводу искусственного интеллекта и отдельно поиска по искусственному интеллекту. Я как-то проводил уже вебинар, а сегодня мы это затронем не так подробно. И также расскажу про специальный плагин для системы создания обучающих курсов Moodle. Так, из небольших дополнений, но очень таких интересных, мы создали блок с этой книги «Читают». Вы видите в правой части скриншот с нашей библиотечной системы, а вы выбираете какую-то книгу, и внизу видите блок, сейчас я стрелочку возьму, вот он блок, с этой книгой «Читают». Ну, вроде бы такая простая вещь. На самом деле мы постарались, то есть изначально это да, это было просто туда попадали книги по той же тематике, то есть либо по том же жанру, по той же дисциплине, но мы решили сделать это все, так скажем, с более точным подходом и использовали два метода для формирования этого блока. Вот с этой книги «Читают». То есть первый метод – это векторная обработка библиографической записи и описание книги через специализированный тип баз данных, который хранит данные в виде многомерных векторов, каждый из которых представляет определенные характеристики или качества. Есть разные подходы к формированию этих данных. Векторное формирование позволяет охватить, так скажем, именно направление, не какую-то узкую конкретику, которая может не совпадать с общей тематикой книги, а именно ее направление. И второй метод, который мы объединили – это парсинг рабочих программ дисциплин, так называемых РПД, и вычленение учебников, находящихся в одном списке с основной книгой. Для этой модели используется наша база с более чем 110 тысячами РПД, которые мы вот за многие годы накопили. Мы их постоянно актуализируем, пополняем свежими, убираем совсем старые, особенно если в них используются учебники, которых уже нет, так скажем, в учебном процессе. Вот, то есть на основе этой модели это работает следующим образом. Например, в основном в списке есть учебник, там, по механике основные законы. Есть список либо доп. литературы, либо в этой же основной литературе вместе с ним определенные учебники, которые входят в эту же программу. Таким образом распределяется веса, и для подобных учебников, находящихся, так скажем, в этом списке, вес увеличивается, и тогда у них больше шансов попасть именно вот в эту выдачу с этой книгой читают. Это все объединяется с векторной обработкой библиографической записи, и мы получаем вот такой вот результат. По отзывам он довольно точный. Дальше. Дальше у нас интересная вещь. У нас это было несколько просьб от разных вузов это сделать. Это открытая страница описания вуза. Любой вуз-подписчик нашей ЭБС может обратиться в отдел поддержки и получить прямую ссылку на описание своего вуза. То есть либо мы его составляем, либо составляете вы. Там блоготип. Много-много информации можно на левой части экрана. Это, так скажем, короткий вид. Для примера мы вам предоставили. Вот. Для просмотра такой страницы, то есть мы ее формируем, высылаем вам определенную ссылку, вы можете ее пересылать любым там проверяющим органам, куда угодно. Для получения доступа к ней не нужно авторизовываться, она всегда открыта. По ней понятно, что за вуз, его описание и есть ли подписка и доступ к ЭБС. Ну, некоторым вузам это было актуально для именно предоставления вот этой информации проверяющим органам. Дальше. Что-то из небольших, но приятных мелочей. Много мы работаем над ускорением загрузки страниц электронной библиотечной системы, потому что это необычный сайт, очень большая база учебников, другой учебной литературы. Соответственно, обращение к ней требует определенной загрузки серверных мощностей. Это за собой влечет увеличение времени загрузки страницы и так далее. И поэтому мы постоянно работаем над ускорением этой загрузки, над оптимизацией, над... То есть тут с двух сторон мы работаем и над оптимизацией кода, над оптимизацией самой среды, и над увеличением мощностей серверного оборудования. То есть работа вроде бы никому невидимая, но занимает наши умы, наше время, и это мы делаем исключительно для вашего удобства. Дальше. Расширенный поиск, специальные режимы сортировки. Мы также постоянно на связи с нашими пользователями, слушаем вас, читаем ваши письма о том, что что-то вам необходимо, чего-то вам не хватает, особенно в поиске. Мы это дорабатываем. По поводу расширенного поиска мы еще с вами поговорим чуть позже. Далее. Доработан функционал бесшовного перехода в плане повышения безопасности. Это тоже такая интересная вещь. Бесшовный переход очень многим вузам необходим для того, чтобы студенты либо публичные библиотеки могли, подписчики нашей ЭБС могли заходить без авторизации. Особенно это важно в контексте работы библиотек в вузах. Чтобы студент мог просто зайти с персонального компьютера в вуза, не вводя свои личные данные, он уже попадает там с помощью системы API, авторизуется на лету в нашу электронную библиотечную систему. В этом тоже заключается некоторая проблематика, особенно связанная с безопасностью. Вот мы ее решали. Теперь это все происходит быстро, незаметно для пользователя. Но в этом же ракурсе это все происходит в защищенном режиме. Кто-то подключиться, так скажем, с плохими намерениями уже не сможет. Еще вот мы сделали такой сервис выгрузки описаний «Русмарк». И мы его дополнили специальным форматом для «Ирбиса». Многие вузы работают с «Ирбисом», и им не хватало как раз вот этого специального формата работы с выгрузками описаний. Еще много различных работ по улучшению интерфейса, поиска, выгрузки. Мы много за эти два года сделали. Кому-то хочется выгрузку в экселевских таблицах, кому в доке, кому в xms, в xlms и так далее. Мы всегда идем навстречу, добавляем, что-то оптимизируем, что-то улучшаем. То есть небольших совсем работ накапливается очень много. Основные наши деятельности в них и заключаются. Пойдемте далее. Интересная вещь – редактор тестов. Тесты, так скажем, сопровождающие необходимую часть обучения для проверки итоговой либо промежуточной знаний студента на том или ином этапе. Количество тестов никогда не будет соответствовать количеству всех учебников, всех книг, потому что они постоянно обновляются, добавляются, что-то уходит, приходит. Соответственно, мы разработали этот редактор. Это специальная программа для того, чтобы любой преподаватель, подписчик, правообладатель, может быть, своего учебника и так далее, мог самостоятельно по нему, по этому учебнику создать тест. Не используя какие-то сторонние разработки, не затрачивая большое количество времени и усилий, достаточно воспользоваться нашей программой, потому что эта программа позволяет в простой, удобной форме создавать, размещать, редактировать тесты на нашей платформе. В любой момент работы с тестом вы можете оценить, как он будет выглядеть глазами пользователя, кликнув там специальная кнопка «Запустить тест». Редактирован вопрос удобно визуализируется в функции предпросмотра. Добавить наглядность не позволяет возможность, это мы объединили не только возможность работы с учебником, но и с мультимедийным контентом, который также представлен у нас в библиотечной системе. То есть в него входят видео, картинки, аудиозаписи и прочее, прочее. Имеющийся в программе также банк вопросов позволит вам вставить свой тест, уже имеющийся в базе вопросов по различным темам. Имеются также фильтрации вопросов банки по УГСН и ББК. То есть это такой сайт внутри сайта, с помощью которого вы можете взять любой учебник, находящийся в списке и подписки нашей системы библиотечной. И хоть на весь учебник, хоть на какую-то часть из него вы можете, соответственно, создать тест. По одной главе. Находится он в разделе сервисы. Есть, там сразу вы заходите, есть подробная инструкция. Отдельно кликнули, зашли. Каждый шаг там описан. Как делать, что, куда нажимать, какие результаты вы получите и так далее. Это очень помогает в формировании учебного процесса для преподавателей. Обратите на это внимание. Вещь очень интересная. Дальше. Такой сервис, как книжная полка. Этот сервис позволяет легко составлять списки литературы и обмениваться ими. Процесс подбора и составления списка не занимает много времени. То есть тут достаточно всего четыре шага. Создать список, подобрать нужную литературу, загрузить книги в список и поделиться своим списком. Вот здесь я остановлюсь чуть подробнее. И мы посмотрим отдельную презентацию по этой разработке. Все видят сейчас другую презентацию. Нажмите, пожалуйста, на огонек. Если вы ее видите. Да. Спасибо. Вот наша книжная полка. Раньше составлять списки литературы и обмениваться ими занимал много времени. Нужно было не только знать о существовании необходимых книг, но и быть уверенными в их наличии. Теперь с нашей разработкой будущее, так скажем, наступило. Вы можете создавать любые списки книг, подбирать нужную литературу, загружать книги в список и делиться этими списками. Как с коллегами, так со своими студентами, с кем угодно, кто так или иначе работает с нашей библиотечной системой. Как это работает? Всего четыре простых шага для получения нужного результата. Создаем полку. Сначала мы авторизуемся на нашем сайте, потом раскрываем вкладку «Сервисы» и находим раздел «Книжная полка». Кликаем на эту рубрику и переходим в нужный нам раздел. Здесь, видите, на скриншоте это уже готовые, то есть под авторизованным пользователем уже несколько различных книжных полок. Если вы их не создавали, у вас их внизу не будет. Но будут, соответственно, формы для поиска и различных фильтраций. Если они у вас уже есть, эти полки, то, соответственно, вы их сразу увидите и сможете с ними работать. Как создать эту книжную полку? В правом верхнем углу находится нужная кнопка для создания этой на вашей подборке. Нажимаете на кнопку и вносите необходимые данные для обозначения своей книжной полки. То есть, вот появляется отдельное окно после клика. Вводите название книжной полки, выбираете направление, если вам необходимо. То есть, из необходимого только название. Вы можете создавать их в любом режиме. Также есть возможность написать курс, год, учебную группу. Далее нажимаете «Создать». И можете начать подбирать книги в эту книжную полку. То есть, она у вас создана, она сейчас пустая. И вы можете в любом режиме ее наполнить. Либо вы можете, находясь в каталоге, видя определенные в списке книгу. С правой стороны от описания книги есть специальная галочка. Нажимаете ее. Одну, две, сколько вам угодно. И, соответственно, потом наверху появляется, у вас есть такая выпадающая кнопка. Выберите действие. Раскрываете ее и видите там раздел «Добавить в книжную полку». Все книги, которые вы выделили, они попадают в вашу выбранную книжную полку. Если у вас их несколько, то при клике на эту кнопку будет у вас выбор, какую именно полку это поместить. Есть второй вариант, как туда добавить книги. Это при поиске. То есть, вы пользуетесь нашим поиском, обычным, расширенным, с помощью искусственного интеллекта. Также в этом списке выбираете нужные вам книги и добавляете их также в книжную полку. После обратно попадаете, заходите к себе в этот функционал. И видя в списке уже готовые ваши книжные полки, вы, соответственно, сможете с ними работать. Вы можете скопировать ссылку и переслать ее кому-либо. Эту ссылку человек может зайти, имея авторизацию на нашей электронно-бивлечной системе, и увидеть список этих книг и по каждой книге начать работать. Читать, просматривать, копировать и так далее. Вот, далее вы можете эту ссылку вставлять в свои учебные курсы, которые вы используете для обучения студентов. Можно дублировать, можно удалять. То есть, все элементарно, стандартно. Никаких, так скажем, сложностей с освоением этой разработки нет. Все очень просто, все очень быстро. Вы можете пользоваться теперь еще одним нужным и современным инструментом, улучшающим учебный процесс. Возвращаемся к основной презентации. Вопрос я вижу, что коллега хочет принять участие в вебинаре. Ну, для этого им надо зарегистрироваться, насколько я понимаю, и получить доступ. Но единственное, наверное, Татьяна в это подробнее ответит. Мне кажется, уже в идущий вебинар подключиться навряд ли получится. Так, продолжим. Про книжную полку мы поговорили. Теперь я слегка, так скажем, затронул разговором про наш поиск. Теперь давайте остановимся поподробнее. Расширенный поиск в нашей библиотечной системе. Мы дополнили также отдельным, так скажем, способом поиска с помощью искусственного интеллекта. Чуть позже я про это расскажу. Также мы доработали возможность для работы со строкой поиска. Например, вот в левой нижней части вы видите небольшой скриншот. То есть при вводе поискового слова вы что-то конкретное хотите найти. Но можете, например, ошибиться, неправильно ввести. И вот в данном случае я ввел слово банан через букву О, так еще и перепутав раскладку. То есть видите, в английской раскладке это происходит. Но система сразу обработала, выдала возможные варианты, которые я, наверное, имел в виду. То есть и банан, и через О, может быть, и так далее. Вот. То есть это очень хорошо помогает вам, даже если вы случайно не то нажали, не тратить время на лишние зачеркивания, лишнее заново введение информации. Все сразу вот выходит. Соответственно, будете искать какую-то определенную книгу, то варианты ее написания вам также будут выданы. Далее справа вы видите скриншот всех форм, которые есть в расширенном поиске. То есть мы здесь включили все возможные варианты, все возможные формы, атрибуты, по которым вы бы могли искать тот или иной учебник. То есть можно как просто по названию или какому-то ключевому слову искать. Вы можете выбирать, как же это, искать в описании или искать в названиях. Искать хотя бы по одному слову. Полнотекстовый поиск есть. По предоставленным грифам к учебникам. По доступным, недоступным учебникам для вас. То есть вы можете искать не только по тем книгам, на которые подписан ваш вуз, но и по всей нашей библиотеке. Даже если этой книги у вас подписки нет, вы как минимум увидите ее и можете прочитать бибзаписи этой книги. Можете искать по авторам, по БК, по ГУСН, по типу издания, по уровню образования, по издательству, по году издания, по жанрам, дисциплинам, разделам, форматам. То есть мы смогли, так скажем, дать возможность поиска по всем возможным атрибутам, которые просто существуют для книг. То есть что-то еще придумать, наверно, у вас получится. То есть это максимально подробнейший поиск по библиотеке. Поиск с помощью искусственного интеллекта. Я как-то проводил отдельные вебинары на эту тему, на тему вообще искусственного интеллекта, его работы в библиотечных системах и поиска в частности. Поэтому сейчас я так подробно останавливаться на этом не буду. Просто скажу, что этот тематический поиск, он решает проблему неполных или неточных результатов из-за неправильной интерпретации ключевых слов. Он использует нейронную сеть для анализа запросов. Нейронная сеть обучалась на большом объеме данных. Порядка 200 тысяч учебников и другой научной литературы использовалась для обучения нашей нейросети. И за счет этого большого объема данных она научилась постановать связи между запросами и ответами. Когда студент или вы, преподаватель, кто-то вводит запрос, нейронная сеть анализирует этот запрос и выдает список наиболее релевантных учебных материалов. То есть в данном случае он производит этот тематический поиск с помощью искусственного интеллекта. Как бы нечеткий поиск по контенту, используя смысловые соответствия между запросом и содержимым литературы. То есть если про расширенный поиск здесь ищется конкретика, указали математический анализ, соответственно поиск вам выдаст максимально приближенные учебники к вашему запросу, именно который запрос указан либо в названии учебника, либо в его описании, то есть в библиографической записи, то есть некая конкретика. То есть если вам необходимо найти какой-то учебник, который содержит некую информацию к тому же математическому анализу, но не является учебником по матану, то в данном случае лучше воспользоваться вот этим поиском с помощью искусственного интеллекта. То есть он уже ищет по внутренностям, по сути учебника, по сути книги. То есть это некий подбор литературы в дисциплину или направление. Также при переходе на этот тематический поиск есть специальная ссылка на описание рекомендаций. Там у нас подробная Википедия для него создана. Там описывается, как он работает, как им лучше правильно пользоваться, чтобы получить максимально правильные результаты, которые вам несомненно помогут. То есть мы не бросаем, так скажем, в реализацию какую-то разработку, не снабдив ее подробным мануалом. Поэтому можете всегда зайти, почитать и посмотреть, как этим пользоваться. Вот пишут, нашу слово «нравственность», отвечаю. К сожалению, ничего подобрать не удалось. Но это надо посмотреть. Может быть, у нас ответ сервера задерживается. Я тогда позже-позже на это дело посмотрю. Так, двигаемся дальше. Далее у нас специальный плагин для Moodle. Система Moodle, я думаю, вы ее все прекрасно знаете, это такая разработка, позволяющая вам создавать учебные курсы. Она одна из, но считается в нашей стране самой распространенной. И мы специально разработали плагин для этой системы, который позволяет, то есть вы его скачиваете, устанавливаете, и он позволяет, авторизуясь в нашей библиотечной системе, использовать в ваших учебных курсах наши учебники, нашу литературу. То есть в нее можно, в ваш курс можно внести как описание, так и вплоть до полностью книги с читалкой для работы уже не внутри ЭБС, а внутри вашего курса. В этом случае вы можете распространять этот курс среди своих студентов, они, имея, соответственно, подписку в наш ЭБС, спокойно открывают в Moodle ваш курс и видят эти учебники, ими пользуются, не заходя на сам сайт ЭБС. То есть самая важная, так скажем, работа этого плагина, то, что он позволяет проходить процедуру авторизации и аутентификации и внедрять контент в наш ЭБС, университетской библиотеки онлайн, непосредственно в курс и работать внутри курса, не заходя на наш сайт. Соответственно, также на специальной странице вы можете познакомиться с функциональными возможностями, там их два плагина, особенностями их установки и настройки, а также сможете загрузить плагин для установки своей версии LMS Moodle. Также у нас есть по нему специальный раздел в нашей Вики, полностью описывающий всю работу с этим плагином, все версии, как мы ее обновляли, до какой версии обновили, как это работает, что добавили, что там нового появилось, все это есть в нашей Вики. Можете пользоваться. Вещь очень удобная. Те, кто создает обучающие курсы, наверняка это знают. Из таких основных вещей, которых я хотел поговорить и рассказать в первой части, будет две части, будет еще вторая по нашим новинкам и разработкам, я основной, так скажем, момент рассказал. Хочу сказать, что, наверное, половину из того, что мы сделали, и того, что могло войти в эту первую часть, было рассказано. Но, как и говорил, очень много мелочей, из которых состоит и вся работа нашей компании, нашей электронно-библиотечной системы. Поэтому на каждом останавливаться мы не будем. Если у вас возникают какие-то предложения, что-то вам не нравится, что-то вы хотите улучшить, всегда пишите нам. Поэтому мы готовы внедрить не только для вас, для всех какие-то необходимые нововведения. Поэтому я движусь к заключению. Скажу, что в следующем вебинаре мы поговорим не только о том, что мы уже сделали, и мы поговорим о наших будущих разработках, о том, что мы уже готовим, что у нас есть в планах, что уже идет, так скажем, в процессе реализации, и о чем мы думаем, что мы хотим внедрить. Естественно, очень много сейчас основывается на нейросетях, на искусственном интеллекте. Все хотят оседлать этого конька. Да, это сейчас очень модно, но мы тоже не отстаем от всего мира. Многие процессы помогают нам нейросеть. Для этого у нас сооружаются отдельные сервера уже. Это не просто какое-то там пользование у кого-то там на компьютере. Это уже такое крупное вложение, крупные работы, объемы в первую очередь. Так что в скором времени мы все тут будем в этом искусственном интеллекте плавать. И он во многом нам будет помогать. Ну и заключение. В результате работы над нашей электронной библиотекой студента были достигнуты значительные успехи. За последние два года мы активно развивали и улучшали нашу систему. Внедряли новые функции и возможности. Это позволило сделать нашу библиотеку более удобной, функциональной и доступной для пользователей. Мы уверены, что наша электронная библиотека будет продолжать развиваться и совершенствоваться, чтобы соответствовать потребностям современного студента. Мы благодарны нашим пользователям за поддержку и доверие. И надеемся на дальнейшее сотрудничество и развитие нашего проекта. Поэтому жду я вас на следующем вебинаре. Всем спасибо. Всем всего доброго.